Кто-то может уехать в НХЛ или Европу, другие останутся в своих нынешних командах. За некоторых хоккеистов будет драка среди клубов КХЛ, почти наверняка Александр Салак покинет Локомотив, так как в Ярославле планируют сделать ставку на молодых Коновалова и Исаева. Подходят к концу контракты Александра Еременко и Константина Барулина. Но если с Барулиным сочинцем давно пора прощаться, то Еременко выдал сильный плей-офф. Александр может рассчитывать на новый контракт с Динамо. Если, конечно, не решит завершить карьеру. По всей видимости и Зубарев, и Херсли покинут СКА, оба немолода, Зубарев редко попадает в состав. Херсли же стал медлителен и выезжает за счет мощного броска и большинства. На Андрея было бы интересно посмотреть в родной Уфе, а Скандинав наверняка отправится в Европу, хотя и в КХЛ контракт может получить. Кронваль провел слабый сезон и не нужен Локомотиву, а вот с накладалом нужно договариваться. Не помешает динамовцам прижившийся в клубе защитник Хиэтанин. Линус Видель, Динамо Р, Павел Дацук, СКА, Илья Зубов, Мартин Шкарсунс, оба, Спартак, Дмитрий Когорлицкий, Динамо М, Александр Семин, Витязь Андрей Локтионов, Локомотив, Сергей Андронов, Александр Попов, оба ЦСКА. Вариант с возвращением в Детройт как-то не верится. Хорошо проявили себя в Спартаке Зубов и Карсунс, у которых заканчиваются контракты. Думается, что обоих переподпишут. Оставит ли в Динамо Дмитрия Когорлицца кого после слабо проведенного плей-офф? В этом вся интрига. Связка Шипачева с Когорлицей Ким зажигала только в регулярке. Витязь хочет сохранить Александра Семина, ветеран удачно заменил ушедшего в Динамо Максима Афиногенова, а Локомотив – Андрея Локтионова, но форвардом интересуется много команд. В числе главных претендентов на Локтионова называют СКА. Форвард ЦСКА Сергей Андронов может попробовать свои силы за океаном, а с возрастным Александром Поповым армейцем нужно прощаться. Руководство автомобилиста в лице директора Максима Рябкова намекнуло, что клуб старается сохранить Коваржи и на неделе появятся официальные новости. Нет сомнений, что сторона Чеха попросила серьезное увеличение зарплаты. В автомобилисте, похоже, пошли на уступки. По нашей информации, серьезный интерес с Коваржи проявляет «Авангард». Иная ситуация с Ильей Ежовым и Станиславом Галимовым. Ежов провел слабый сезон в Нижнекамске, Галимов мало играл из-за тяжелой травмы. Выбить большие деньги будет проблематично. Андрей Марков, Пол Постма, оба, Акабарс, Ник Бейлин, трактор, Евгений Медведев, Максим Чудинов, оба, Авангард, Ян Коварж, Амур, Кевин Далман, Борис. Марков слишком возрастной защитник, но еще год контракта атака Барса в теории может получить. Вариант с Постной интереснее, канадец реально неплох. Выходит на рынок свободных агентов атакующий защитник Бейлин из трактора, интерес к нему точно будет. Среди защитников Медведева и Чудинова гораздо больше шансов переподписаться с Авангардом у Максима. В плей-офф Чудинов радует своими дальними бросками. Непонятно, вернется ли в КХЛ канадец Далман, у которого проблемы в семье. Стефан Д'Коста, Дэн Секстон, оба, Автомобилист, Денис Зарипов, Александр Свитов, Артем Лукоянов, Федор Малыхин, Все, АК Барс, Мэтт Эллисон, Металлург, Юсу Паустинин, Нефтехимик, Владимир Галузин, Денис Паршин, оба, Торпеда, Райан Стоу, Полщихура, оба, Трактор, Кирилл Петров, Авангард, Тамаш Зогарна, Амур, Брэндон Бочински, Андре Петерсон, Мэтью Фреттин, Все, Борис, Йонас Кимпайнин, Дмитрий Кугрышов, Антон Бурдасов, Все, Салават Юлайф. Сейчас шведу 28 лет и 251 игра в КХЛ, было бы на две меньше, статус онса не видать еще год. Помимо Петерсона, Барсон необходимо переподписывать Бочински и Фреттина. Оба ярко себя проявили. Да Коста почти наверняка покидает автомобилист, а вот Секстон может остаться. Пора перезагружать свою карьеру Федору Малыхину. Денис Зарипов и Артем Лукаянов, нет сомнений, останутся в Казани, а вот Александра Свитова в столице Татарстана не будет. Но что, нас ждет возвращение Свитова в Омск? Неясна судьба, Столу и Щихура. В тракторе будет новый главный тренер, практически точно поменяется руководство. Галузин и Паршин не испортят картины в Торпедо на следующий сезон. Зогарна, как и его соотечественник Коварш, прижился в Амуре, но может потребовать увеличения зарплаты. Скорее всего, покинет нефтехимик Юсу Паустинин, после столь мощного сезона на финно положили глаз более богатые клубы. Что с Уфой? Антон Бурдасов не прочь попробовать себя в НХЛ, но захотят ли нападающего там видеть и не повторит ли хоккейст путь Сергея Шумакова? Центра первого звена Кимпайнина и Кугрышова, справляющегося со своей ролью в Салавате, надо оставлять. Оба играют полезно.